Три дня мастив лорд просидел на морозе, но так и не покинул место, где его оставили родные его хозяину люди, заставив стеречь кусок булки. Ответственный пес четко исполнял данную ему команду. Три дня породистый пес не сдвинулся с места, охраняя булку хлеба. В городе шахты Ростовской области дети покойного отца вывезли его собаку за город на верную гибель. Три дня породистый пес не сдвинулся с места, охраняя булку хлеба. Но сердобольные дачники позвонили волонтерам, и история закончилась. Хэппи-энд. После этого я уже ничему не удивляюсь, начала разговор Ольга Мосиюк, директор Центра помощи бездомным животным Святобор. Вы только представьте, благодарные дети вывезли пса, который был другом их отцу, несколько лет на верную гибель. У людей вообще есть сердце. По словам Ольги, ЧП случилось на окраине города неподалеку от одного из садоводческих товариществ. Кто-то из местных даже видел, как было дело. Они высадили английского мастифа из машины, положили перед ним булку хлеба со словами «охраняй», а сами уехали, продолжает собеседница. Три дня пес не сходил со своего места и никого не подпускал к этой несчастной булке. Все это время бедняга просидел на морозе, но так и не ушел со своего поста. Спасибо местным жителям, носили ему еду и воду. Кто-то позвонил нам со словами «что делать?» «Что-что, будем пробовать забирать», – ответила Ольга и отправилась спасать беднягу. Сразу было понятно, что хозяин такого пса явно был мужчиной, потому что взяли с собой нашего волонтера, который хлебом, сосисками, лаской и властным голосом просто скомандовал собаке «Ко мне и рядом», – вспоминает она. Тогда пес, который до этого агрессивно охранял свою булку, встал и, виляя хвостом, отправился рядом с ним в машину. В интернете, где Ольга рассказала о вопиющем случае, с ней связалась шахтинка, знавшая историю мастифа. Она только подтвердила страшные догадки. Девушка рассказала, что занималась его дрессировкой. Пса зовут Лорд, ему всего 4 года, вот только искать его хозяина бесполезно. Мужчина умер. Вероятно, его детям такой друг отца, который служил ему верой и правдой, просто стал не нужен. Зато удача Лорду все же улыбнулась. Собаку с редким черным для такой породы окрасом заметили волонтеры из команды помощи мастифам, и уже сегодня его увезли в Москву. Теперь он будет проходить там реабилитацию. Специалисты уверены, такое не могло пройти для собачьей психики бесследно. А после Лорду будут искать другого хозяина. Ростовские волонтеры очень надеются, что с ним он проживет долгую и счастливую собачью жизнь, и в ней больше не будет предательства. Второе он вряд ли переживет.